Молодежь Селоборская раскрывает свои таланты. На творческом вечере в Доме молодежных организаций собрались юные художники, поэты, певцы и музыканты. Пространство вдохновения открыто для всех желающих себя реализовать. Дети насиделись, и они готовы были на любое творчество. И тут мы их подогрели, и они вышли. И мы не столько удивлены, сколько обрадованы тем, сколько у нас талантливых детей. Они стихи пишут, они сочиняют песни. То есть бесконечное количество талантов, и это все наши дети, которые ходят к нам. Работа с молодежью – это одно из направлений спортивно-досугого центра «Виктория». Здесь рады всем. Каждый ребенок найдет интересное дело и увлечение. Бойцы военно-патриотического объединения «Путь к победе» – гордость Борского района. Руководит организацией методист Регина Никитина. Несколько лет назад она пришла работать в спортивно-досуговый центр и сразу приступила к организации военно-патриотического объединения. Когда первое важное дело – сформировать военно-патриотическое объединение, и она за него ухватилась. И она стала работать очень усердно, очень ответственно. Я поняла, что, наверное, дальше мы пойдем в гору, и, наверное, дальше все наши мысли, желания, проекты, которые у нас есть. Причем часть проектов была предложена главой района, а мы на сегодняшний день уже реализуем. Жизнь у курсантов военно-патриотического объединения «Путь к победе» насыщенная. Соревнования различного уровня, встречи с ветеранами, поисковая работа, раскопки, участие в праздничных мероприятиях. Очень довольна, что он сюда пошел, потому что он даже возмужал. Не возмужал не физически, а именно морально он вырос. Именно морально вырос, потому что то, что они здесь делают, это действительно очень важно. Очень интересно, Регина Юрьевна, отличный специалист, она смогла их заинтересовать. Мы участвуем в районных соревнованиях. Смотр-конкурс «Бравые солдаты с песней» у нас активно проходит. Мы в Нефтегорск выезжаем с этими соревнованиями. Также мы, как спортивно-досуговый центр, проводим свои всевозможные именно военно-патриотические соревнования, мероприятия, сборы для детей. Входим в рейтинг военно-патриотических клубов Самарской области. Активно реализуем поисковое движение в нашем районе. Мы вступили в Самарское региональное объединение поискового движения России. Мы выезжаем на вахты памяти всероссийские. Мы ездим на места боев времен Великой Отечественной войны. В 2018 году у меня мой боец, Маша Силкина, участвовала в Иволге. Она выиграла грант 200 тысяч, и мы реализовывали ее проект. Мы выезжали во все образовательные учреждения, рассказывали про поисковое движение, проводили уже обучение, учили металлоискателей, эксгумацию, как со всеми этими работать. По итогу мы выбрали 20 самых лучших, самых активных со всего района детей и вывезли их. Есть большая поляна в Национальном парке Базуловский Бор. И мы там организовали лагерь двухдневный, выездной. У нас знаменные группы, смена караула около Вечного огня 9 мая. И вообще мы в областной акции переклички постов участвуем активно. Но 9 мая около Вечного огня мы показываем торжественный ритуал у нас с автоматами, мы их крутим, вот, ребята в парадной форме. Вот, мы сопровождаем бессмертный полк, строевый плацпарад под музыку, строевые движения с переходами всевозможными. Это красочно, и детям очень нравится, в принципе, какое-то участие именно в торжественной части, чтобы дети почувствовали себя участниками парада. Также Регина Никитина является председателем волонтерского движения в Борском районе. И многие бойцы военно-патриотического объединения примкнули к всероссийскому движению «Волонтеры Победы». Во время пандемии волонтеры доставляли пожилым людям и всем нуждающимся продукты. И Регина Никитина была в первых рядах. Я поняла, насколько она отзывчивая, добрая. Ну, вот такой партнер по жизни, как коллега, это вообще, я считаю, прекрасно иметь такого партнера. Она всегда поддержит, всегда даст совет, правильно направит себя в нужное русло. Это очень такой ответственный человек. Я могу в любую, вообще, в любую минуту позвонить ей, сказать, Регина, у меня такая ситуация, мне нужна помощь, как мне быть. Она всегда поможет. Она никогда не скажет, ой, я не знаю, я занята. Вот. То есть человек такой заряженный вообще на работу, ответственный, с ней в любые дали, в любое место не страшно. Потому что если Регина взялась за дело, значит, дело доведется до конца и будет сделано на все 100% на высшем уровне. Очень хороший мотиватор, на самом деле. Она очень много, ну, например, меня, серьезно промотивировала. Благодаря ее, вот этой вот деятельности, я стала более открытым человеком. Ей прям большое спасибо. Просто замечательный педагог. Всех слов уже невозможно подобрать. Она может найти подход каждому своему воспитаннику, найти общее слово, развеселить, где надо поругать. У нее очень классная тактика и кнутом, и пряником. Но с ней очень интересно, она умеет объяснять доходчиво, умеет поддержать в трудные минуты, и она очень целеустремленная. «Мы вместе» в этой номинации в областной общественной акции «Народное признание» принимала участие Регина Никитина. Она всегда вместе с детьми и в учебе, и в работе, и в творчестве. «Когда я пришла, уже началась с детьми заниматься, в каждом целая вселенная интересная, внутренняя, они все сложные, очень сложные, со своими какими-то амбициями, кто-то спокойный, кто-то взрывной. А я такая думаю, ну это же так круто вот с ними заниматься, они столько мне дают, и я понимаю, что вот, наверное, это мое место, где я могу что-то сделать, себя реализовать, помочь детям себя потом реализовать». Впереди у курсантов военно-патриотического объединения новые занятия, тренировки и соревнования. А взрослые создают все условия для того, чтобы ребята хорошо подготовились к состязаниям. Улучшение материально-технической базы. Буквально сегодня на встрече с главой района мы этот вопрос в том числе обсуждали. И крупные проекты мы тоже будем в ближайшее время реализовывать. В ближайшие 2-3 месяца будет установлен скалодром, который необходим очень ребятам для подготовки к соревнованиям. Речь сегодня шла о тире, о дополнительном приобретении оборудования, автоматов, зимней формы военной, специального оборудования для подготовки ребят по медицинскому направлению. Подрастающие поколения Борского района в надежных руках, когда с ними работает такой слаженный, увлеченный педагогический коллектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова